Добрый вечер, в эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам мы говорим с интересным человеком. И, вы знаете, наблюдая за течением нашей программы, за ходом нашей программы в течение последних месяцев, я замечаю, что все чаще и чаще мы говорим о религии. Причем говорим в таком достаточно конфликтном ключе. Постоянно мы слышим униженных и оскорбленных. Постоянно мы слышим о оскорбленных религиозных чувствах. Ну и, собственно, даже административные и судебные решения последних недель заставляют нас об этом говорить. То Тверской суд города Москвы изобретит, признает экстремистским фильмом «Невинность мусульман», то, естественно, сейчас все это, говорится, о деле пусерает. Опять-таки оскорбление религиозных чувств. Вот сейчас у нас принимается закон об оскорблении религиозных чувств. Но интересное дело, в этом хоре униженных и оскорбленных совершенно не слышны голоса буддистов. Вот почему-то, так сказать, все религии, так скажем, большие религии, книги оскорблены так или иначе, а буддисты не оскорблены. Вот об этом хотелось сегодня поговорить. Поговорить о буддизме, о буддизме и русской душе, буддизм родных осин, как, собственно, прижился буддизм у нас на наших подзолистых почвах. Поговорить сегодня с нашим гостем. Это историк-востоковед Борис Александрович Малышев. Добрый вечер. Добрый вечер. Профессор РГГУ. Ну вот, собственно, такой вот первый вопрос. А можно ли вообще оскорбить буддиста? Ну, буддиста как такового-то оскорбить, конечно, очень трудно. Да, потому что в буддистском сознании, вот в отличие даже от традиций монотеистических религий, не существует отчетливого понятия враг, противник. А вот если мы посмотрим, на чем, в общем-то, основывается весь наш вот недавний конфликт, который еще, к сожалению, так и не завершился, на том, что есть свои, есть сторонники добра, справедливости, Бога, духовности. Вы и Пусси Райт имеете в виду. И Пусси Райт, я имею в виду, конечно, и вот выставки, которые, да, на Винзаводе, я имею в виду. Я это рассматриваю в целом как явление. А даже само название, духовная брань, название выставки, духовная борьба, война. Конечно, это не случайно, да, потому что есть Бог и есть его антипод, есть сатана, с которым компромиссов быть не может. Это невозможно. И с ним надо бороться. Там бороться можно разными, так сказать, способами, от Михаила Архангела, так сказать, силовым методом, до убеждений и призыва к покаянию, но, тем не менее, это, как вы правильно заметили, духовная брань. Так вот, в буддизме, если мы посмотрим, да, вот как таковой брани, ее нет. Конечно, эта идея появляется частично, она связана с концепцией Шамбалы, да, здесь тоже мы не можем, так сказать, списать момент духовной брани, но все-таки буддист рассматривает окружающих, да, и любую личность, да, как личность, просветленную в высокой степени, да, и которая еще этого просветления не достигла. То есть, сознание омрачено, а если оно омрачено, как можно эту личность ругать? Как можно требовать от нее то, что она, ну, изначально сделать не может? Да, ну, попробуем заставить вот животное заговорить, да, ну, не будем считать там эффекты попугая, там, ворона, понятно, что лежит в основе, но заговорить животное не может, потому что уровень его сознания, по-буддийски, да, таково, что, так сказать, речь, выражение, мысль через слово ей не дано. То есть нет врага, а есть недопросветленные. Да, есть недопросветленные. И поэтому, конечно же, буддисты всегда будут занимать такую вот пацифистскую позицию, и вот в эти вот диалоги без крайней необходимости они, конечно, вступать не будут. Понятно, что позиция Санхи, ну, это сожаление за то, что происходит, ну, так и мир таков, вот его сознание таково. Вы знаете, очень интересно, я сейчас вспомнил такой, такая сноска к этому вопросу духовной брани. Попалось мне в интернете на глаза такое очень письмо интересное, я вот сейчас не вспомню архиепископа, я думаю, где-то вот как раз в буддийских регионах, в Калмыкии, что там на курганы приносятся жертвоприношения, люди бросают монетки. И вот, пишет он в письме, а он обращается к Верховному Ламе, монетки 5, по-моему, 10 и 50 копеек, на них изображен Георгий Победоносец, который поражает, значит, змей. Он является христианским святым, на наших монетах христианских святой. И вот, вопрошает владыка, хорошо ли, так сказать, что приносится жертву на том, что считается, в общем-то, капищем для православных, приносить вот эти монетки и просит воздержаться от вот этих жертвоприношений монеток. Очень интересно. Да, действительно. И вот здесь мы, опять же, видим православный взгляд, взгляд христианский в более широком смысле, о котором мы говорим. А с позиции буддизма здесь, в принципе, нету ничего противного буддийскому учению. Дело в том, что в буддизме Махаяна, а именно к буддизму Махаяна относится наша традиция российская, существует концепция, что бодхисаттва... Махаяна — это большое колесо, да? Да, Махаяна — это большое колесо. И одна из его особенностей в том, что в нем есть концепция бодхисаттвы, то есть это существо, которое достигло просветления и могло бы себе спокойно уйти в нирвану, но этого оно не делает ради спасения и помощи всем живым существам. Так вот, бодхисаттва, впрочем, как и Будда, обладает очень интересной способностью создания множества превращенных тел. Он может одновременно в разных телах, в разных обликах и в разных традициях являть себя. И поэтому с этой точки зрения даже образ Христа можно рассматривать как явление бодхисаттвы. И надо сказать, что крестная жертва Христа, она по всем параметрам буддизма соответствует кару, не милосердию, великому милосердию, да, вплоть до самопожертвования. Потому что вот эта идея самопожертвования бодхисаттвы ради спасения живых существ, она тоже присутствует, она тоже есть. И бодхисаттвой может, в общем, стать любой. Да. В этом очень невероятная открытость и доступность буддизма, конечно. Когда вспоминается Гребенщиков, вот эта песня знаменитая «Вперед, бодхисаттва, вперед». Правильно, правильно. Мы пойдем в магазин. Да, все правильно, все правильно. И в этом, вот я, чтобы вот с этой вот темой буддизм и обидчики религии, буддизм и враги, может быть, невозможно его задеть, уязвить, потому что нету, собственно, догмы как таковой, да, нету доктрины, нету церкви, нет религии, да, ведь буддизм не религия. Ну, дело в том, что это учение, в котором присутствует религиозная составляющая, так вот мы скажем, потому что есть, конечно, положение буддийской философии, которые являются по-настоящему философией, а они выходят за какие-либо теистические рамки, и поэтому могут вполне восприниматься универсально. Для того, чтобы придерживаться данной концепции, да, вот как это делал Эйнштейн, например, там, да, и ряд физиков 20-го столетия, вовсе не надо быть практикующим буддистом, не надо заниматься медитацией и так далее, но разделять некоторые концепции и представления, да, касающиеся мироздания и так далее, вполне может европейский ученый, не будучи по традиции буддистом, и вообще не будучи буддистом, может быть, по ряду других убеждений, да, вот. И здесь действительно, обидеть сложно, обидеть сложно, да, в буддизме есть представление заповедей, да, вот пять заповедей, но, опять же, в отличие от монотеистических религий, они носят характер рекомендательный, да, рекомендуется не наносить вреда живому, рекомендуется не красть, рекомендуется не лгать, не употреблять спиртных, одуманивающих напиток. То есть это не заповеди? Это рекомендация, это рекомендация, да, поэтому рядовой человек, он может их соблюдать, но если он хочет встать на путь спасения, просветления, улучшить свое перерождение, он будет стараться, да, подчеркиваю, стараться их придерживаться, ну, а если нет, тут уже ничего не поделаешь, значит, уровень омраченности его таков, что, ну, к сожалению, вот он вот, пока этого не может, допустим, да. И Будда не Бог. Нет, конечно, Будда не Бог. Вот, ну, тут история вообще ведь очень интересная. Будда не Бог в зависимости от того, о какой мы, скажем, традиции говорим. Если мы говорим о классическом периоде, если мы говорим о южном буддизме Тхировада, то, безусловно, Будда простой человек, да, который собственными усилиями, здесь вот два момента важны, да, во-первых, это постоянная длительная работа над собой на протяжении 550 жизней предыдущих, да, вот, что позволило накопить такие добродетели, в силу которых стало возможно просветление, вот, открытие того, что Будда понял в момент своей вот этой великой медитации, да. Это к сведению тех, кто считает, что вот можно, так сказать, стать Буддой за пять минут. Да, за пять минут никак не получится, ну, совсем. Хотя здесь тоже спорно. Если мы будем говорить о чайнинских практиках, то чайнинцы, скажут, что в течение жизни, или дзеновцы, да, скажут, что в течение жизни запросто можно сделать, но усилия потребуются неимоверные, да, вот. Так вот, если брать вот эту... То есть дзен — это пятилетка в три года? Это пятилетка в три года, если не быстрее, вот, это особый случай, да. Поэтому ведь буддизм — это сложное явление, да. И, в принципе, вот в классической части, да, Будда — человек. Ну вот, кстати сказать, уже когда развивается Ваджрайна, это вот направление, к которому относится и российский буддизм, да, там появляется концепция Ади Будды, там появляется концепция дхармового тела Будды, тела закона, да. Да, и вот эта мысль очень наглядно выражена, на мой взгляд, в интереснейшем тексте, очень глубоком. Она называется «Лотосовая сутра» или «Сутра лотоса благого закона», да, где во всей второй части, да, там, 28 глав, вот, начиная с 14 главы, Будда как раз и говорит, что он существовал вечно. Он был всегда и будет всегда. И то, что видят ученики, он этим ошарашил своих учеников, а как же так? И тут из земли предстает несчислимое количество будхисат, в которые он обратил. Они спрашивают, как же так, учитель, как даже ты успел такое несметное количество обратить, и да еще так, что они просветление достигли. А он им и говорит, что я был вечен. Вот здесь вот идея изначального, извечного Будды, который творит тела и формы, вот она появляется. Это, в принципе, теистическая концепция. И это появилось именно... Это в Аджрайане наиболее ярко выражено. Да, в Махаяне, да, в буддизме Махаяны, а в Аджрайане особенно. Нет, и вот эта вот концепция, она как-то в России больше, вы говорите, привелась. Да, да, именно это, да. Вообще вот я хочу понять, а буддизм, он развивается, модернизируется, попадая в, может быть, несвойственное историческое ему пространство, на Запад, в Россию? Есть ли вообще модернизация буддизма? Да, модернизации в целом, конечно, нет. Вот, все-таки, когда мы говорим о буддийском менталитете, не будем забывать, что мы говорим о Востоке. А Восток — это некая константа, это нечто постоянное. Да, вот есть нечто постоянное и неизменное. Вот, вокруг него может что-то меняться, что-то где-то частично трансформироваться, но основа она остается без всяких изменений. Да. И тут Восток, конечно, себя проявляет. Да, вот даже если мы возьмем, посмотрим, как буддизм представлен в современном политическом поле, вот, в восточных странах, да, вот. Вот, например, в Японии есть направление Нитереновский толк, где буддийские организации очень активно участвуют в политике. Есть партия Кумаито, новая Кумаито сейчас в Японии называется, да, которая присутствует в парламенте и так далее. Ведется социальная работа, ведется в области культуры и так далее. Очень-очень много всего. А вот традиционные школы, они, в принципе, как вот застыли, так и ничего в них ровным счетом не происходит. А если происходит, то очень незначительно. Ну да, то есть нет вот этой вот христианской или исламской коллизии, традиции модернизации, отжарнамента, погружения в мир и так далее. Да, вот буддизм в Юго-Восточной Азии пережил такой момент, да, и там это то, что касается вовлечения мирянина в деятельность санхи, в распространении буддийского учения, да. Мирян допустили к практике медитации, чего не было в традиции южного буддизма. Вот все, о чем мы говорим, высокая философия, ее постижение, медитативные практики, это монашествующие. Вот для Тхеровады... Это для южного буддизма. А для северного, который в России, это доступно всем. Но надо сказать, что традиционно, да, вот Бурятия, Тува, Калмыкия, там этого раньше тоже не было. Вот это вот явление новое. То есть хочешь медитировать, иди в Датсан, становись монахом. Да, становись ламой, принимай посвящение, только тогда ты будешь допущен, так сказать, до знаний, до всего, и тогда ты можешь заниматься медитативной практикой. Сейчас это меняется. А что же тогда раньше получали простые верующие, просто некий набор ритуалов, но не духовных практик? Совершенно верно. Потому что главная задача Мирянина — это накопление заслуг, так называемое, для более благого следующего перерождения. А накопление заслуг за счет чего? Паломничества, посещение Датсана, совершение коры, обход его, да, вокруг, совершение поклонов земных с простираниями, допустим, да. Вот такие вот чисто физические действия, да, ритуальные физические действия. Да, это верчение молитвенных барабанов, да, это, конечно, подношение ламы, да. Вот, и, кстати сказать, ведь в тибетском буддизме, помимо трех, так сказать, вот как бы в буддийском символе веры, скажем, да, вот, он звучит как? Прибегаю к трем драгоценностям — к Будде, его учению и к Санхе, то есть монашеской общине, да. В них я вижу свое прибежище, на них я уповаю, так сказать, чтобы получить благое перерождение. В тибетском буддизме, в Аджайне, появляется еще один пункт — уважение и преданность учителю. То есть лама всегда традиционно выполнял роль духовного наставника. И вот тут вот я скажу, что здесь традиция наших буддистов, она невольно перекликается где-то из традиции христианской. То есть это пастырская деятельность, это работа с мирянами. А вообще в буддизме есть, ну, так, то, что назвали бы, пользуясь христианским термином, празелитизм, миссионерство, распространение благой вести? Вот, скажем, то, что противопоставило бы, вот, скажем, то, что вот сейчас, скажем, православие против католичества — это наша каноническая территория, вот не нужно нам здесь католиков. С буддизмом есть такое? — Значит, как таковой празелитизм, да, он обязателен. Если бы этого не было, начнем с того, буддизм бы не стал мировой религией. Любая мировая религия, да, ее обязательный устойчивый компонент — это активная проповедь своего учения. — Ну да, а при ошоке как распространяли, собственно. — Конечно, то же самое здесь, но буддизм, он здесь настолько свободен, да, и настолько уволен, что, посмотрите, буддизм породил множество школ. Множество школ, которые формировались, отпочковывались одна от другой, но никто друг на друга пальцами и еретиками не объявлял, да, пальцами не показывал. Вы такие сякие, вы отступили. Бывали стычки, и в истории буддизма тоже, и между школами иногда бывали стычки, но это было не столько связано с доктринальными какими-то вещами, а вот именно с территориями, там, с аннексиями и так далее, да. Вот, там другие лежали. — Вот, Борис Александрович, говоря о распространении буддизма, все-таки здесь нету какой-то вот противоречия какого-то, какой-то коллизии. Все-таки это восточная религия, основанная на такой на стазисе, на стабильности. И вот уже больше ста лет, как она приходит на Запад, и все это начиная с Шопенгауэра и Гесса, и Гесса, и затем и Рериха, и Блаватская, и вплоть до шестидесятников. Вот как буддизм трансформируется, неожиданно превратившись в такую контркультуру и чуть ли не доминирующую культуру среди определенных слоев на Западе? — Да, совершенно верно. Во-первых, вот тут вот происходит очень интересно. В этом процессе тоже два момента. С одной стороны, вот готовность буддизма, если меня спросят ответить и нести свою истину, не замыкаться, а именно ответить. То есть потенция празелитизма в нем заложена, и никуда она не исчезала. А с другой стороны, использование именно европейских же методов для того, чтобы донести себя европейцу, абсолютное использование тех же методов и форм. Потому что если мы, например, посмотрим, действительно, буддизм уже устойчивое явление в Европе, что говорить, и в Америке тоже, да, вот, существует масса общин европейцев. — Ведь больше, по-моему, буддистов сейчас на Западе, чем... Ну, мало же, ну, не больше на Западе, но сопоставимые всего сколько там? Миллионов десять буддистов, из которых на Западе миллиона три, наверное. — Да, во всех странах Западной Европы так или иначе существуют свои буддийские общины, свои буддийские центры. Со своей практикой. Безусловно, это существует. Но здесь, конечно, имело очень большое значение то, что хотел от буддизма получить европеец, как и в какой форме. Да, вот если для традиционного буддиста, когда мы говорим, достаточно вот это накопление заслуг, скажем, да, следование наставлениям ламы, и, собственно, на этом все заканчивается, так вот упрощенно говоря немножко, то европеецу этого явно недостаточно. Европеец привык к протестантской католической культуре. Он привык быть вовлеченным в практику, а не пассивным ее созерцателем. Вот если мы с вами перейдем в традиционный дацан, буддийский храм, мы с вами там увидим, что для мирян место вот такое, у входа чуть-чуть. Кто зашел, тот и зашел. А раньше большинство, да, когда приходили в дацан на праздники, они вообще на улице стояли, они даже в храм зайти не могли. Храм — это пространство для монахов. Все равно это остается, да. Вот, а Меридин, он пришел почтить. Почтить, проникнуться почтением, выразить свое уважение и тем самым накопить заслугу, но не соучаствовать в действии. Так в Европе это изменяется. В Европе это было бы неприемлемо. Европеец не будет пассивный созерцатель чего-то происходящего в храме. Он хочет быть активным участником. Так же, как если мы возьмем, когда протестант приходит в протестантскую церковь, он поет псалмы, он приступает к причастию, да. Руки там пожимают друг другу. Конечно, конечно, он участвует, да. Он сопричастен к тому, что происходит. Он его участник непосредственный, да. Ну и в католической традиции также, ну и в православной принципе это характерно для христианской традиции, да. Христианин, когда приходит в храм, он не пассивный созерцатель, а он участник. Вот этого потребовали и буддисты европейские. Поэтому дай нам медитацию, дай нам наставничество, дай нам практики, дай нам мантры. То есть все то, что... Вот это не размывает ли это изначальный буддизм? То, что он стал фактически лайфстайл такой, да, моды на буддизм. Особенно то, что идет из 60-х. Все это практика и ретритов. То, что там люди ездят туда, ездят, чистят карму там раз в год и так далее. Вот как на это смотрят традиционные буддисты? А вот они на это смотрят абсолютно спокойно. Вот опять же, отсутствие вот такой вот очерченности свое-чужое, друг-враг, да. Ведь традиционные буддисты на самом деле таковыми и останутся. То есть их уклад это совершенно не разрушает. Их отношения это совершенно не затрагивает. Да, а европейцы, да, вот они вот так вот наши учения воспринимают. Ну и хорошо. Вот и пусть воспринимают. Но у них свой круг, а у нас все-таки свой. Люди совершенно нормально допускаются к медитации, к богослужению. Мой небольшой опыт, скоромный опыт, я был в Гималаях. Собственно, не за буддийскими практиками ездил. Я просто останавливался в монастырях. И совершенно спокойно меня допускали, там кормили, я участвовал в этих богослужениях, там часами сидел. И они, главное, не воспринимали меня как какого-то чужого. Пришел, пришел, пришел человек, сел, пожалуйста, на вот тебе чаю налили с этим жиром. Конечно, да. Более того, ведь даже традиционно, вот монахи очень часто ходили в поисках ответов на вопрос, который они перед собой ставили, они ходили по разным учителям в разные монастыри. Так вот, в буддийской традиции никогда не было принято, если монах покидает Санху, вот уходит, собирает вещи, никогда не спрашивали, почему и куда ты идешь. А если он куда-то приходил, его никогда не спрашивали, зачем и откуда ты пришел. Ну да, ты человек, и, собственно, этого достаточно. Если ты здесь, значит, тебе надо быть здесь. Ну да. На Западе, если говорить о бытовании на Западе, ну и сейчас уже поговорим о России, но, в принципе, получается, что это религия элиты и религия богатых, буддизм, по сути, свои. То есть он проник в интеллектуальные слои, стал интеллектуальной модой, и, в общем-то, сейчас это, ну как бы люди, достигшие некого материального уровня, решили перейти на постматериальный уровень. Да, можно так, можно сказать и так. И здесь я тоже вижу, как бы, вот два таких вот направления. С одной стороны, действительно, может быть, такая вот игрушка для богатого. Вот вроде он так все получил, чего-то не хватает. И вот этот вот поиск, уход в восточную мистику и так далее. Вот, тем более, что уж проще, взял, купил билет, сел, прилетел в Гималайи, из Гималаев еще там на Суматру или куда там угодно. Просто нету этих вопросов, да. Это вот вроде как бы вот поиск где-то еще из себя. Вот, насколько это устойчиво и насколько это серьезно, сказать сложно, потому что это, в общем-то, отдельные такие прецедентные случаи. А второе направление, это действительно искренний, более искренний, более целенаправленный поиск. И это как раз больше характерно для творческой элиты, скажем. Ну, там, где имущественный ценз, он, в общем-то, не доминирует. Он не доминирует. Ну, вот о буддизме, творческой элите поговорим после небольшой паузы. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о буддизме. Буддизм и русская душа. Буддизм – мода или вечность? Или и мода, и вечность. У нас в гостях Борис Александрович Малышев, историк-востоковед, профессор РГГУ. Ну, вот мы заговорили о том, что буддизм, собственно, заходит на Запад через интеллектуальную моду. Он и, так скажем, в городские слои, в городской средний класс и в России также проник, да. То есть у нас есть, как я понимаю, буддизм традиционный, Калмыкия, Бурятия, кто там, Тува, да, три. И уже потом, когда, в 60-е началось проникновение? Ну, первая-то волна еще до Октябрьской революции. Ну, вернее, да, та еще, да, Блаватской, да, Рериховской, да. Конечно. А потом 60-е. Потом 60-е и 70-е. Это все, так сказать, подпольно, полуподпольно, да, потому что здесь уже, так сказать, вот этот вот был момент того, что это совершенно не ввязалось к государственной идеологии, да. Были какие-то, ну, не репрессии, но, так сказать, гонения, притеснения? Дондарон. Кружок Дондарона, конечно. И несчастный скончался, в общем-то, он был в психиатрической клинике. Трагически скончался кружок Дондарона, 70-е годы, чем далеко ходить, конечно. Вот, сейчас вот совсем недавно вышли потрясающие дневники, заметки Дондароновы, вот они опубликованы, советую всем нашим радиослушателям с ними ознакомиться, там как раз очень подробная история этого движения описывается и в документах представлены. В переписке Дондарона со своими соратниками, причем оно носило такой интернациональный характер, там и латыши были, и литовцы были, и киргизцы даже были, насколько я знаю, и русские. То есть, вот такой вот интернациональный характер. А есть сейчас какое-то общение между вот этим городским буддизмом и вот нашим низовым буддизмом, калмыцким, вот эти дацаны, и волгинские дацаны? Или вот наши городские слои больше ориентированы уж лучше сразу в Тибет? Вот второе, сразу вот туда, в Тибет, а еще вернее в Тхар-Масалу, где уж там совсем свобода, да? Вот так вот. И надо сказать, что вообще-то традиционная санха у нас тоже, она ведет себя по-разному, да? Вот, например, бурятская санха, это ее позиция, да? Она считает, что заниматься паразелитизмом среди небурятов нежелательно. Давайте поясним немножко для слушателей, кто, может быть, не знает. Санха это... Ну, санха это так же, как церковь, можно понимать двояко, да? Как сообщество людей. Как сообщество, которое придерживается данного вероисповедания, да? И когда мы говорим, вот, название традиционное, санха буддистов России, да? Вот, на самом деле, тут имеется в виду не вся Россия, а Бурятия, прежде всего. Это так вот бурятская санха себя официально назвала. Вот, а есть у нас санха Калмыкия, есть санха Тувы, да? Вот, это в широком смысле, в более узком смысле это монашеская община, да? Но здесь это надо понимать, как именно вот сообщество. Ну да, то, что в монотеистических называется церковь. Церковь, да. Совершенно верно, да, или исламская умма, например. Ума, да, да. Все сообщество, а когда мы говорим о буддизме, вот, ужасно нелюбосочетание, иногда и сейчас встречается, буддийская церковь, нет такого понятия. Ну да, 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 вот это то, с чего начали. Буддийская санха, это самое, это правильно. Нет чистой религии, нет бога и нет церкви. Конечно, какая там церковь, да? Да, да. Но у нас в России более популярен северный буддизм, да? Вот церковь, да, вот, церковь, да, вот, церковь, да, вот, церковь, да, вот, красношапочная. А традиционно у нас как раз гэлукпа, желтые шапки. Это вот как раз бурятские... Бурятские, тувинские и калмыцкие, это желтые шапки. Которые из Монголии пришли. Совершенно верно, которые из Монголии, да, и где Далай-лама является главой школы, да? Вот он считается лидером вообще всех тибетских буддистов, на самом деле, да, духовным. Вот, но непосредственно он является главой школы гэлукпа, желтых шапочников. Ну вот, а вообще, вот, наш буддизм, нет ли какой-то такой, даже не знаю, как сказать, эмпатии, может быть, о некой синхронности между, вот, в мировосприятии русском и буддистском. Вот вы за годы своего изучения не находили. Ну, например, очень часто, описывая какие-то знаковые, важные явления русской культуры, натыкаешься вот на то, что вот, а вот это, вот Обломов, например, Обломовщина. Это же тоже своего рода буддизм. Ну, можно, можно, конечно, и так это воспринять. Я сейчас скажу, действительно, если мы посмотрим традицию православия и традицию буддийскую, и в одной и в другой присутствует концепция предопределенности. Даже если бы предопределение, это несколько не то, а вот некой предопределенности. — Фатализм такой. — Да-да-да-да, фатализм, и в силу этого спокойное отношение к каким-то, так сказать, перипетиям жизненным. Вот, например, я могу привести высказывание одного православного монаха, под которым подпишется любой буддийский монах. Он говорил, посмотрите на нашу жизнь. Вот, когда вы приезжаете в какой-то город и временно останавливаетесь в какой-то гостинице. Да, в этой гостинице дует, в ней сломаны розетки и так далее. Скажите, вам придет в голову делать в этой гостинице ремонт? — Наверное, нет, потому что вы через три дня ее покинете. — Хорошее сравнение. И так мы относимся к нашей жизни. — Совершенно верно, да, что нужно помышлять о горнем на самом деле. А это временное, оно пройдет, не стоит слишком-то, так сказать, уходить в это, да? Вот, и когда мы говорим о буддизме, это каждый буддист подпишется. — Такое созерцательное, недеятельное. — Да, именно вот такое недеяние, да, не даосское, а вот именно буддийское, восточно-христианское недеяние. Оно очень похоже на самом деле, да? Вот, поэтому действительно, зачем суетиться? И вот отсюда вся и этика труда идет у буддистов, например. Нужно делать ровно столько, чтобы тебе вот хватило. Вот, потому что если делать что-то большее, привыкать к комфорту, да, хотеть больше, чем это вот нужно, это уже привязанность к миру, это уже не даст возрастания вверх, это не даст хорошее перерождение. — Да-да-да, не православно, как сейчас говорят, да, не кошерно. — Да, не кошерно, не православно, да, и не по-буддийски. — Да, и не по-буддийски. — Слушайте, вот да, я тоже, у меня такое сравнение подумалось в Индии, я был, там есть такая, они сами с юмором о себе говорят, кармическая теория вождения. Вот то, как ездят по дорогам в Индии, особенно где-нибудь там в Гималаях, так сказать, слепые повороты, вот именно, ну, что суждено, чему бывать, того не миновать. И вы знаете, все в последние годы, глядя на нашу езду, скажем, в Москве, в Подмосковье, на пьяных за рулем в том числе, я тоже так думаю, что у людей какая-то, видимо, есть кармическая теория вождения. То есть чувство такого, как бы, абсолютного снятия ответственности. — Да, где-то это присутствует, да, вот, но единственное, нашим не хватает восточной сдержанности, да, вот все-таки срединный путь-то буддийский, он без крайности, а у нас тормозов нету, и пределов нету, и барьеров, вот, в этом уже разница. — Опять-таки, говоря о сходстве, вот, скажем, алкоголь, водка, вот я считаю, что водочные практики русских, вот, кстати, в фильмах Александра Рогожкина это очень хорошо зафиксировано, это особенно национальная охота, особенно национальные рыбалки, они же там созерцают, на Луну смотрят, у него там сад уединенного размышления. — Конечно, там и дзен, и все, но через призму. — Через призму, да, водочные бутылки, вот русский дзен такой, есть, да, такой момент? — Конечно, конечно, безусловно, вот почему, надо сказать, что комфортно было сосуществовать и жить вот бок о бок и рядом, вот, и русским, и тем же калмыкам, да, или русским, и бурятам, вот, вот легко это было, вот, не было какого-то вот такого совершенно непреодолимого психологического барьера в менталитете людей. — Да, который был бы, например, у западного человека, у того же англичанина, допустим, поселил его, если его в Монголию, там, мало что было бы ему понятно, это было бы ему неприемлемо, да, а в Монголии у нас остались целые русские селения. После гражданской войны очень многие ведь остались в Монголии, их называют местные русские. Мне пришлось три года в детстве прожить в Монголии, я вот эти вот поселения, эту категорию людей очень хорошо помню. — Ну, православные. — Православные, да, но они полностью как-то вот адаптировались, и вот эта вот вся среда окружающая не вызывала никакого отторжения, как-то вот все... — Говоря о Монголии, о внутренней Монголии, не могу не вспомнить Пелевину тут, мне кажется, что вот в нем какой-то тоже осуществлен синтез вот этого вот русского пофигизма такого, да, некой сущностной пустотности, вот, и вот этого буддистского начала. — Конечно. — Как вы с точки зрения, так скажем, ученого-буддиста, будолога, воспринимаете пелевинский буддизм? — Ну, надо сказать, что он ведь понял главное, да, он понял концепцию пустотности, и очень сложно понять на самом деле, крайне тяжело, и он понял то, что это некое начало, которое может трансформироваться, и вот Чапаеве и пустоте он блестяще это показал, да, что он является там и Петькой, и находится в психиатрической клинике, это происходит постоянно, это фазы, да, вот смена-смена, он из одного переходит в другое. Вот это непостоянство и игра, которая, в общем-то, исходит от одного и в конце концов возвращается в это вот начало, да, вот, здесь вот он ухватил, пелевин прекрасно это ухватил, вот, и он этим жонглирует, как великолепный, скажем, жонглер в церкви. Вот этой категории, вот почему его произведения так захватывают, почему они заставляют, вот так вот бросают из окня в полымя, вот, и вроде все находится в одной точке. Да, вот это все происходит, и в результате вы никуда не сдвинулись, ни на шаг. Вот вы где стояли, когда все это началось, вот там вы и оказываетесь. Ну да, когда это все приснилось, это вот этот парадокс бабочки, вот это, да. Совершенно верно, да, это Джоанзи, да, это даоская такая метафора, или это бабочке снится, что она философ, или это мне снится, что я бабочка, да, вот где истина-то на самом деле, а вот она вот неуловимая, да. Потому что концепция шуни пустотности, это концепция трансцендентного начала, трансцендентного начала, которое не укладывается в вербальную систему, и в ментальную систему, подчас сложно ее уложить. Ну да, да, вот действительно, и русская культура, она, несмотря на то, что она логоцентрична, она во многом часто невербальна, вот, скажем, те же водочные наши ритуалы, они ведь люди очень немногословные, да, если, скажем, выпить, ну, за это, так сказать, и выпили. Нет у нас культуры тоста, культуры, так сказать, дискурса застольного. Это потом, вот, как-то пришло, и это не совсем свое, вот, совершенно верно, но в православии есть и сихазм, не забудем. Да, 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 находим еще еще больше. Григорий Палама, созерцание фаворского света, неизъяснимого словом. Ну да, вот эта иррациональность русских, и недискурсивность. Да, недискурсивность, именно, вот это вот очень важно, недискурсивность мышления. Да, и, вы знаете, думая о таких неожиданных буддийских корреляциях в российской, советской культуре, например, я думаю, ну, помимо очевидного совершенно Гребенщикова, в котором тоже вот это вот очень сильно созерцательное начало и некое такое многобожие, вот, Цой, например, тоже, мне кажется, такая очень буддийская тема, буддийская линия, вот эта вот такая созерцательность, монотонность и фатализм, который... Да, несомненно, это вот в его творчестве присутствовало, действительно, присутствовало. Вот, я, к сожалению, не знаю, насколько он был связан с буддийскими питерскими кругами в свою бытность, вот. Но, действительно, вот такая вот подспудная готовность идти по течению жизни, принимая все, да, у него ведь нет протеста. Нет, нет. Совсем? Нет, это не Шевчук. Конечно, ну, Шевчук там, это совершенно другое дело. Это экспрессионизм, это такое, 20-е, 10-е, 20-е годы. Шевчук — это Савонарола, конечно, это протестник, который всех и все уничтожает, в данном случае, торквемада, если хотите, если надо. Вот, но только, так сказать, не вот это вот, не недеяние и не пассивное сопротивление. А здесь нет сопротивления, нет никакого. Ну, наверное, вот какие-то там все-таки гены, может быть, дали себя знать. Корейский менталитет, да, вот традиционный. Слушай, вот этот вот неостановимый ритм, я представляю, вот невозмутимое лицо Будды. Вот это то, что происходит. Конечно. Но, с другой стороны, Игорь Бенщиков, он же связан с буддистскими кругами. Он непосредственно связан, он активно, так сказать, и посещает, и имеет контакты с Санхой питерской храмом. Ну, вот интересно, он же и буддист, и православные одновременно. Такое вот наблюдается у нас? Есть противоречия? Ну, с точки зрения буддизма, наверное, да, нету. Нету, с точки зрения буддизма нету. Нету, абсолютно. Потому что, кстати сказать, в одном из обращений к европейцам Далай-Ламы XIV, тоже такая мысль присутствует. Главное, чтобы вы мыслили, вы были буддистами по духу. Я совершенно не призываю и считаю ненужным, чтобы вы ставили статую Будды, поклонялись ей, воскуривали палочки. Вам это не нужно, то есть не ваша карма. Вот. Вы подумайте о Христе, об образе Христа. Вы вполне можете, так сказать, достичь результата буддийской медитации, задумываясь, медитируя над распятием. Это слова Далай-Ламы XIV. Вы знаете, да, читая некоторых российских буддистов, я вот, например, читал, что вообще для них, для многих, христианство было шагом к буддизму. То есть в какой-то момент, да, за христианской молитвой они поняли, что, может быть, есть следующий шаг. То есть что христианство для них было шагом к просветлению, а следующий шаг — понять, что Бога нету. Есть просветление, но нет Бога. И вот это тот шаг уже в буддизме. Да, и именно Бога антропоморфного, именно Бога как некой очерченной личности, вот, да, но при этом Бог, конечно, как абсолютное, высшее, непознаваемое, по-настоящему трансцендентное начало, эта идея, она сохраняется, конечно. Она есть. Но есть люди, вот, опять-таки, я читаю, которые именно через христианство пришли к буддизму. Да, конечно, конечно. И это несомненно. Это несомненно. Поэтому здесь действительно для них христианство была как бы первая ступень. А буддизм уже... Ну вот, может быть, да, я думаю, то, с чего мы начали, некая такая бесконфликтная природа буддизма позволяет ему быть более универсальным, что ли, более открытым, более глобальным, чем более специфичные религии, которые каждый раз очерчивают вокруг себя магический круг и говорят, что свои внутри, а чужие снаружи. Вот этого нет в буддизме. Вот этого нет. И поэтому разрушить какими-то новыми процессами, которые происходят, с которыми буддизм сталкивается, да, и буддийское общество, его невозможно. Он, и, кстати, ведь в контексте диалога цивилизации это очень важная черта, потому что буддийская культура не противопоставляет себя европейской, она не отторгает ее. Ну да, нет вот этой бинарности жесткой, есть всегда выход в некий то, что вы говорите, третий путь, серединный путь. То есть в этом смысле буддизм может быть очень, видимо, хорошей такой глобальной альтернативой с точки зрения многих конфликтов. Совершенно верно, да. И когда идеологически, даже, может быть, религиозные системы действительно достигнут уровня непроходимого тупика, тут буддизм даже может дать руку помощи. Ну да, потому что, возвращаясь к тому, с чего мы начали, глядя на то, как обостряются буквально ежедневно вот сейчас религиозные противоречия в связи по меньшей мере с христианством и с исламом в больших городах, в Москве, во всех европейских городах. Мне просто страшно подумать, куда это ведет, вот это вот поднимающее голову неоархаика, неофундаментализм. Вот была недавно очень хорошая статья Андрея Колесникова, что православного джина выпустили из бутылки. Вот, и сейчас такой разворачивается православный фундаментализм, что даже власти, наверное, уже не понимают, как с ним совладать. Вот то, что сейчас, например, было в Ростове, то, что запретили превентивно, да, Иисус Христос, суперзвезда, и тут уже наши любители рок-музыки в Кремле даже встрепенулись. Конечно, дальше Польша может пойти. Совершенно верно. Вот, и надо сказать, что, безусловно, православие – это модификация христианства, которая очень во многом здесь похожа на ислам, в смысле жесткого отделения, свое и чужое, наше, не наше. Ну да, да. И категорическое неприятие чего-то иного, того, что не вписывается, так сказать, в рамки, в контекст и так далее. Да, меня очень беспокоит вообще фундаментализм как таковой во всех направлениях. И христианский, у нас православие прежде всего, да, и исламский. Он меня очень беспокоит. Ну и исламский, ну и еврейский фундаментализм, и иудейский фундаментализм. Конечно, конечно. Вот все направления фундаментализма меня очень беспокоят, потому что это действительно может взорвать цивилизационное единство. Это может привести к конфликту. Вот если, это моя точка зрения, я убежден, что если все процессы на Ближнем Востоке пойдут так, как они идут сейчас, то Третья мировая, это не такая уж отдаленная перспектива. И именно будет в форме конфликта цивилизации. Да, да. Цивилизации, которые Хантингтон пишет, они именно формируются вокруг религий. Конечно. А есть ли буддийская цивилизация в этом смысле? Буддийская цивилизация, конечно, существует. 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 Это действительно ее прием, и вот она доказывает свою живучесть, да, мы имеем и Японию, и Южную Корею, Таиланд, в общем-то, не так уж и плохо, да, во многом Китай, опять же, да. Все, что есть позитивное, нужно принимать, нужно осмысливать и использовать. Вот, собственно, то, что предлагает буддийская цивилизация. Ничего не бывает вот совершенно лишнего и ненужного. Да, вот как нет врага и друга. Вот совсем лишнего нет. Есть непонимание, непонимание какого-то явления, какого-то феномена, неверное его истолкование. А нужно спокойно подумать и решить, как это надо правильно использовать. И буддизм, я думаю, тоже очень некая важная, может быть, прививка цивилизации потребления с точки зрения экологического и устойчивого развития. Конечно. Несомненно, несомненно, потому что постоянное напоминание «не надо больше, чем тебе нужно», вот если мы вдумаемся, да, в этом ведь заложено рациональное зерно. Ведь даже раньше, например, считалось, ну, понятно, если мы берем наши народы, там, скотоводство без животной пищи, ну, никак, да. Вот в Бурятии, например, считалось, что судьбой отмерено для охотника определенное количество, так сказать, животных, которые он может убить. Вот если он превысит это количество, это очень сильно испортит его карму, еще и при его жизни и будут рождаться дети больные и так далее, то есть еще и карму своим потомкам он испортит чрезмерно. Слушайте, а у буддистов нет охоты? Есть. Вот я о ней и говорю. Нет, но охоты как спорта, охоты для развлечения. Нет-нет, я понимаю, что охота существует для пропитания. Да, для пропитания только. А как развлечение принцип Ахимсы это запретил. Ахимса — это мир, да? Да, это не причинение вреда живым существам. То, что вот Далай-Лама говорил, что создать некую глобальную такую всемирную Ахимсу, зону мира. Да, да, не причинение вреда живым существам. Вы знаете, еще к вопросу о буддизме современной цивилизации. Мне кажется, очень интересно и такие вырисовываются конгруентности, извиняюсь за выражение, между буддизмом и интернетом, информационной эпохой. Но в частности, что мы видим, скажем, в феномене Стива Джобса. Вот Эппл был бы Эпплом без... Вы видите некое влияние буддизма в создании, скажем, Макинтоша, Эппла? Ну, во всяком случае, там, безусловно. Потому что ведь что такое восприятие мира нашего, да, с точки зрения буддизма? Это импульс сознания, поток, поток сознания, дхармический поток, да, который идет через наши шесть органов чувств, да. Он, по сути, он безграничен, да. В медитации Йогин видит миры, он видит вселенную, для него отсутствуют барьеры, отсутствуют границы. В зависимости от мощности, соответственно, этот поток сознания распространяется и охватывает огромное пространство. Возвращаясь с той информации, которую он в этом пространстве почерпнул. Ну, да, да, это некий прообраз ноосферы вот этого вот облака, да, о котором говорят. Совершенно верно. Наша электроника, компьютер и интернет — это, в общем-то, модификация дхармического потока сознания. Не случайно, да, Лай-Ламы где-то я читал, он допускал, что сознание может существовать на информационном носителе. Сознание отдельно от человека. Конечно, конечно. Почему? Потому что это некий точечный такой вот момент бытия, это импульс, подобный кванту, который вспыхивает, да, его продуцирует наше сознание, да, он выстреливается мгновенно, да, вот он колеблется. Что он делает? Он хватает информацию и тут же ее приносит обратно. Вот как он работает. Ну да. Через наши органы чувств. В общем, да, много, конечно, у нас таких неожиданных пересечений. Стив Джобса, Гребенщиков, Цои, Пелевина. В общем, буддизм совершенно неожиданными сторонами, гранями существует в современной культуре, в нашей повседневной жизни. И хотя многие из нас и не являются буддистами, даже не помышляют об этом. Да. Вот, но тем не менее, мы так или иначе слышим вот этот неслышимый хлопок одной руки. Совершенно верно. О котором говорит Дзен. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Это Борис Малышев, востоковед, профессор РГГУ. Я ваш верный археолог Сергей Медведев, продюсер программы Дина Турбовская за пультом Иван Куприянов. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи и удачи.